Допустим, директор коровника получает 200 тысяч рублей в месяц, а 4 доярки по 10 тысяч рублей. При этом средняя зарплата у сотрудников коровника составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Вот примерно по такой схеме и рассчитывается средняя стоимость продуктов. А цены неумолимо продолжают ползти вверх. Так за один месяц говядина подорожала почти на 1%. Это по расчетам специалистов Сахалинстата. По официальным данным, средняя цена 402 рубля за килограмм. Однако найти мясо дешевле 450 рублей нашей съемочной группе не удалось. Недовольство покупателей высокими ценами зачастую выливается в мелкие конфликты. Но людям по ту сторону прилавка терпения не занимать. Ну что говорят? Откуда такие цены? Мы же не выдумываем сами. Ругаются. Говорят, что дорого. Я тоже потребитель, я тоже прекрасно их понимаю. Конечно, жалко, что скажешь. Конечно, особенно бабульки вот эти вот. Но делаем скидки им, конечно. Только за неделю на полпроцента подорожали сосиски и колбаса. Казалось бы, продукты, предназначенные для завтрака пролетариата, для многих превращаются в непозволительную роскошь. Мы себе, как бюджетники, не можем таки, ну, позволить на каждый день мясо есть и колбасу, например. Ну, там, ну, по праздникам себе позволяем только, или на какой-то, ну, юбилей там. Я вот могу, вот если я сильно уже хочу, у меня же прям слюнки текут. Вот грамм 100-150 я могу купить. А на килограмм у нас, извините, не по нашим карманам. А вот куры немного упали в цене. Они по-прежнему стоят в два раза дешевле говядины и свинины. По этой причине многие сахалинцы теперь отдают предпочтение именно диетическому мясу. А вот, по словам продавцов рыбы, здесь от деликатесов никто не отказывается. Да и в сезон путины некоторые цены даже приятно удивляют. По официальной информации, средняя стоимость свежемороженной рыбы составляет 100 рублей. Но по факту на вагу можно купить за 90. А вот зубатка обойдется не меньше 350 рублей за килограмм. Однако, недовольных и здесь хватает. А некоторые вопросы покупателей можно с легкостью переадресовать на такам из телепередачи «Что, где, когда». Я очень недовольна ценами на местную рыбную продукцию. Имеется в виду красная рыба. Мы живем на рыбе, но наша рыба в разы дороже рыбы на материке. Почему? Чем это связано? В хлебном отделе также произошли изменения. Подорожал хлеб домашний. Вот Корсаковский ржену на 5 рублей подорожал. Бородинский на 4 рубля подорожал. Как покупатели реагируют на это? Ну, конечно же, ругаются, кричат постоянно. Почему так? Говорили, вроде бы по телевизору говорили, что хлеб не будет подниматься. Два вида хлеба, обычные белый и черный, действительно не меняются в цене уже более полугода. Но на остальный ассортимент это правило не распространяется. Причина – рост стоимости самой муки. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему у вас помидорчики? Помидоры 200 рублей. 250. Какие страны у вас? КНР. Помидоров из Европы теперь на сахалинских прилавках не найти. На китайские, самые непритязательные и на авито на вкус цены пока стабильные. Кризис здесь сказался на более качественных продуктах. Помидоры, я скажу, подорожало. Огурцы, картошка, яблоки, винограды очень подорожали. На большую часть детского питания в этом супермаркете цены изменились незначительно. Однако и здесь замечено некоторое подорожание. Цены изменились, но как бы недостаточно, в пределах 3-5 рублей. Но как бы даже несмотря на это, некоторые покупатели перешли с более дорогого на более дешевое детское питание. Но даже такой незначительный рост бьет по карманам молодых семей. Честно, тяжело. Даже пюре, это же детское обычное питание, подорожало элементарно, баночка на 5 рублей сразу. Не на рубль, не на топейки, а на 5 рублей. И ощущается, ты же не баночку одну покупаешь, а десятками. Наш телевизионный рейд по магазинам подошел к концу. В итоге в небольшой корзине оказались колбаса, макароны, хлеб, яйца, молоко и немного свежих овощей. Два яблока и даже немного роскоши. Оливковое масло. С вас 1433,97. 66,99. Спасибо.